Проблема заброшенных аварийных домов в Дагуэплсе существует давно. На сегодняшний день на территории города находится более 50 вот таких объектов. Многие из них, как правило, являются местом сборищ людей без определенного места жительства. Примечательно, что у каждого из таких зданий есть хозяева. Правда, свою собственность они то ли не считают нужным, то ли не в состоянии содержать в надлежащем состоянии. Повышенный налог на недвижимость и штрафы тоже не работают. Они их просто не платят. Одним словом, такие дома продолжают оставаться угрозой для безопасности жителей. Какова позиция городской думы по данному вопросу? Последует ли она примеру других самоуправлений Латвии, которые с этого года будут штрафовать владельцев заброшенных зданий не от случая к случаю, а еженедельно. В выходе перенет, допустим, есть сотрудники, у которых есть разные финансовые затруднения, которые не позволяют не содержать этот объект, и они, в принципе, готовы и безвозмездно передать это строение самоуправлению. В свою очередь, самоуправлению тогда придется либо перенять и снести, и заплатить это также с бюджета, либо мы можем, перспереду карта, если здание находится, допустим, как здание неберемого кабинета, мы можем его снести и выстоять счет. Но не факт, что он его оплатит. Не секрет, что часть собственников является неплатежеспособными, и взыскать с них нечего. Сразу все самоуправление от тех владельцев, разваленных, которые есть в городе, не сможет перенять, и у самоуправления нету столько средств, чтобы в один раз все снести. На данном этапе мы сейчас работаем в направлении именно высшего мебельного кабинета здания, чтобы решить там вопрос, и потом постепенно также будем двигаться в направлении других зданий, которые находятся в историческом центре нашего города. А что делать людям, проживающим за пределами центра города? Мириться с таким соседством? Перекресток улиц Венплс и Гроднес жители этого микрорайона называют не иначе, как заколдованным местом. В течение нескольких лет здесь сгорело более пяти домов. Некоторые из них горели по нескольку раз, и сегодня вот эти развалюхи представляют реальную угрозу для жизни человека. Стена некогда добротного дома по улице Венсплс, 82, может рухнуть в любой момент. И не дай бог, если в это время здесь окажутся люди. Трагедии не избежать. И пока самоуправление думает, что с этим делать, горожане, в своем мнении, единодушны. Все это нужно снести, и незамедлительно. Стена наклинилась где-то с месяц, наверное. Когда труба упала, сильный ветер был, труба упала, и все это. Но хозяева здесь не виноваты, они же продали, по-моему, в банке дом где-то чистится. Здесь была подпорка, она тоже упала. Вы горожанка, вы платите налоги. Как вам кажется, что дума может в данной ситуации сама сделать? Я вообще считаю, надо установить, кто хозяин, и предъявить дом к сносу. Если хозяин ничего не делает, и штрафы не платит, ничего не делает, что должна сделать дума, чтобы избежать трагедии любой? Сама снести. Может рухнуть в любой момент. Вот это вот все. Это по-хорошему надо было бы разобрать. Больше месяца уже так стоит. И всем безразлично. Ну, как видите, да. Чем может все это закончиться, как думаете? Я думаю, однажды закончится все это какой-нибудь трагедии. Не зря бог, конечно. Ну, опасно, конечно. Если рухнет, будет беда. Как сгорел дом, так никого здесь нет. Слушайте, а опасно, как вот еще? Безопасно, небезопасно? Вообще опасно. Чем уже закончится, как думаете? Упадет. А как думаете, такая лента защищает? Чего-то ведь огородит. Нет, это, конечно, не загородит. Тем более ночью ее вообще не видно будет. Идея это сносить надо все. За чей счет, как думаете? Ну, если это приватизированные были, наверное, за счет хозяина. А если это относится к государству, то за счет думы. А если хозяин не плодишеспособен, не может что делать? Значит, дума пускай думает. На то она и думает. У самоуправления решения по данному вопросу пока нет. Возможно, специалисты думы не в курсе сложившейся здесь ситуации. Хотя, как нам рассказали жители микрорайона, сотрудники муниципальной полиции в этом районе бывают частенько. И не видеть всего этого безобразия они не могли. В любом случае, самоуправление имеет право в принудительном порядке снести эти аварийные постройки, а затем выставить в счет владельцу данной недвижимости.